МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У вас уже вовсю кипит работа, вы занимаетесь пока только просветительской деятельностью о том, как не нужно вести себя на этих праздниках, чтобы праздник остался праздником. Именно так. Какая работа сейчас проводится? Сейчас в данный момент отдел государственного пожарного контроля, управление чрезвычайной ситуации города Шамкента, проводит агитационную работу, где в этом агитационной работе мы встречаемся с первым руководителем объекта, объектом с массой правой людей. Это объекты образования, здравоохранения, объекты торговых центров. И плюс рынков, где мы проводим свою работу и раздаем вот такие вот красивые агитационные наши плакаты, которые изготовлены нами департаментом чрезвычайной ситуации Южно-Казахстанской области, управлением чрезвычайной ситуации города Шамкента, где на двух языках написано, какие нужно меры соблюдать при проведении новогодних мероприятий. Ну и особенно мы хотели остановиться это на объектах с массой правой людей, а именно объектах образования, здравоохранения. Мы всегда говорим и будем говорить, что при проведении новогодних мероприятий, во-первых, это помещение должно иметь два эвакуационного выхода, первичные средства пожаротушения, а именно огнетушители должны располагаться на видном месте. Елку нужно установить на твердом, чтобы закрепить его нужно. Ну и плюс в этом помещении не применять никаких пиротехнических изделий. То есть не просто светло и просторно, но еще и правило. Телефонная связь, отсутствие решеток. Телефонная связь, металлический решеток, это обязательно. Что на оконных проемах никаких не было металлических решеток. Будем надеяться, что все пройдет. Ну дай бог. И так хорошо. Чем был ознаменован прошлый год? Как все прошло в отношении использования пиротехнических всяких вот этих игрушек, которые вы наверняка очень не любите, но без них не проходит ни одно новогоднее торжество? Да, вы правильно говорите, что любой Новый год обязательно проводятся пиротехнические изделия. В данный момент, после День независимости, у нас будет уже рейд совместно с органами полиции ДВД Южно-Казахстанской области. Что я хотел сказать телезрителям, это, во-первых, покупать пиротехнические изделия нужно именно в специальных магазинах. А реализация этих пиротехнических изделий должна реализоваться именно отдельно стоящим для этого магазином. А этот магазин должен быть обеспечен пиротехническими средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и автоматической системой пожаротушения. Ну и также, что в этих стеллажах хранение должно храниться именно по однородности их возгорания. И в данный момент, в ходе таких рейдов, да, мы встречаемся, бывает ряд товаров, которые остались с прошлого года. Ну и, конечно, хотел бы зрителям сказать, что когда покупаем эти пиротехнические изделия, обязательно у покупателя спрашивают сертификат, сертификат годности. Плюс, когда он был разработан и так далее, и так далее. А как-то делятся вот эти пиротехнические средства по категориям опасности для вас? Для противопожарного службы все пиротехнические изделия являются пожароопасными. То есть одинаково опасны. Все одинаково. Ну, я просто к чему этот вопрос задаю? К тому, что очень многие считают, что петарда может навредить, а вот бенгальский огонь нет. Нет, извините, пожалуйста, бенгальский огонь тоже является пожароопасным, потому что его начинают жители и также гости при встрече в новогоднем мероприятии, его начинают сжигать внутри помещения. А во время новогодних мероприятий все одеваются в наряды, и эти костюмы, которые были уже одеты, они тоже являются синтетическим изделием. Так что мы от этого боимся. Кстати, к слову, о новогодних костюмах. Детские новогодние костюмы, синтетических материалов тоже, оказывается, запрещены? Категорически запрещаются. Никаких синтетических изделий не должно быть. Только чисто хобби и все. То есть натуральные ткани? Натуральные ткани. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вообще вот есть же какой-то порядок, ну, понятно, что семья обязательно купит, ну, несколько, может быть, петард, несколько бенгальских огней для того, чтобы, ну, вот, создать себе такой праздник. Но для того, чтобы потом не оказаться на больничной койке, есть какие-то правила пользования? Есть, конечно, правила, плюс у каждого пиотехнического изделия есть своя инструкция, где в этом инструкции все пишется, как нужно применять и так далее. Но если приобрели, скажем, пиотехнические изделия, то, во-первых, их нужно хранить под дальше от детей. Это во-первых. Ну, во-вторых, от огня, как говорится, чтобы никаких электронагревательных приборов, чтобы возле них не было. Вот. Ну, и плюс, когда будут они уже его применять, то нужно его применять так, на открытом площадке, чтобы вблизи ничего не располагалось, даже автотранспорта. Даже так. Очень часто бывает, что, ну, может быть, товар действительно был прошлогодний, может быть, его неправильно хранили, он отсырел или что-то. Не работает петарда. Как бы ни зажигали, не работает. Тут начинают взрослые пускать тяжелую артиллерию, начинают разбирать все это на молекулы, что-то пытаться там выяснить. Вот следует ли это делать, или можно ждать неожиданного неприятного сюрприза? Этого желательно не следует делать. Если он не сработал, то, извините, его нужно обязательно уже выкинуть в горну, то есть не пользоваться самым. Что делаете вы на рейдах, когда видите массовую продажу в незаконных местах без сертификатов? Тот товар, который не подлежит вообще никаким регламентам. Что с ним происходит? В этом случае при рейде мы обязательно также проводим агитационную работу, ну и дальше уже занимаются органы полиции, это уже по незаконной торговле. Товар взимается? Да, товар взимается. Хорошо. Ну, вообще, конечно, хочется пожелать, чтобы не было такого, если что-то случится, но если все-таки что-то произойдет, куда звонить? Что делать? Ну, во-первых, не дай бог, если случится пожар, это, во-первых, нужно звонить на 101, ну и если получили какие-то там травмы, отожогов и так далее, то уже идет скорая помощь, 103, ну и дальше уже по этапам идет уже лечение. Мне хочется пожелать, чтобы у вас в эти дни работа была спокойная. Занимайтесь просветительством, занимайтесь рейдами, чтобы Новый год у нас прошел отлично, действительно, как праздник, а не как чрезвычайная ситуация. Спасибо вам большое. Листочки, которые вы изготовили, с вашего позволения, мы раздадим всем, кого встретим сегодня, для того, чтобы помочь в вашем благом деле. Спасибо вам большое. Татьяна, я хотел бы еще плюс добавить, да, вот мы вот разработали вот такие вот красивые новогодние мероприятия, то есть памятки, то есть эти памятки у нас разработаны на двух языках, на государственном и на русском языке, ну и плюс хотели бы отметить, то есть хотели бы чуть-чуть остановиться на угарном газе. Да, конечно, это тоже сейчас очень актуальная проблема. Потому что отопительный период для города Шенкента начался очень плохо, то есть летальными исходами, то есть я хотел бы, во-первых, сказать еще раз жителям, во-первых, перед отопительным периодом, чтобы соблюдали все меры и правила пожарной безопасности, это, во-первых, очистить все домоходы, тяги, ну и плюс детей без присмотра не оставлять дома. Вот особенно вот такое вот мы хотели сказать пожелания всем жителям, а также телезрителям, чтобы соблюдали все меры и правила пожарной безопасности. Спасибо вам большое. Удачи вам. Спасибо.